еще надо обеззаразить все это дело ждем ждем до облилась буквально кровью облилась мне тест крови блин что-то как-то так получилось как кровавый тест горизонтально держать я его положила вот он у меня лежит на столе все отлично девчата не переживайте вот но пока ты сделается у нас целых 10 минут еще есть поговорить о том о сём где покупала тест если вы посмотрите эфир самого начала то вы телефон увидите это не реклама я покупал это за 5000 рублей тоже от москве от московской области вам его привезут на дом напишите телефончик запишите плюс семь девятьсот восемьдесят пять сто тридцать один 2841 и еще раз плюс семь девятьсот восемьдесят пять сто тридцать один вас 841 я уже одним глазом вижу результаты стоя немножечко в шоке я скажу так ждем еще 7 минут 5000 рублей стоит ты стоит 5000 рублей вход в мой клуб стоит одну тысячу рублей годовой годовой вход годовая подписка годовой абонемент мой клуб стоит одну тысячу рублей а ты стоит 5000 рублей чтобы вы понимали как вы думаете что я сейчас вижу есть есть у меня вирус или нет но первая иголка наверно да для детей и я вам скажу так что если в один раз нажали она больше не работает все только один прокол только один раз можно тыкнуть это иглой в этом эфире видели никакой подставы все остальные иголки видимо так уже для себя я даже не знаю что мне теперь после этого теста делать но то что я вижу какой результат еще ждем пять минут точно тест 1450 стоит в клинике ну надо доехать до клиники которые делают этот тест вот этот тест в домашних условиях ну надо самой единственным проколоть себе палец вот сделать этот тест но вы видели дай систему как правильно делать сначала тыкаем потом кровь капаем потом добавляем плазму две капли 2 я еще в этот видеоролик прикреплю как правильно делать всю схему как правильно делать этот тест вот и вы сможете сами себе сделать 2 500 мазок это мазок слизистая или чего ну там тут на кровь сама нервничаю смотрю тиньку тест нет 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 не делаю ну так ждем я сама жду сказано было ждем 15 минут вот я жду 15 минут в смысле пить нельзя я же не набит ну ребят я посмотрите начало эфира я же не на белок сдаю и на всю историю я сдаю ну делаю тест просто на коронавирус здесь не имеет значения пил ты или нет ел ты или нет трахался ты или нет никакого значения не имеет что-то делал до этого теста вот у тебя тест на сегодняшний день есть у тебя коронавирус или нет коронавируса спасибо а сыном смотрим прямо буду не материться в общем все леся я этот матерные слова брала если есть вопросы пишите потому что я понимаю что все в напряжении все ждут результат просто бухнул потому что я в шоке от того что я вижу просто прибухну немножечко вы мне потом в комментариях напишите мать алкоголичкой все такое мне будет тоже приятно собственно как то так ну за здоровье закушу яблочком все же налила тесту ну тесты придумали умные люди скажем так я коньяк пью курвазе ну потому что три тысячи человек хотят знать правду как делать эти тесты вот они тесты для домашнего использования в этих два пакета которые я открыла вот они салфеточка которая нужно протереть палец перед тем как кольнуть этот палец вот этой штучкой она работает только один раз если вы ее прижали к пальцу тыкнули все она больше не работает у вас есть дополнительные шприцы иголки вы можете тыкать палец еще иголкой дополнительной когда вы увидели свою кровь собирайте капайте в тест не покажу что там есть капайте в тест кровь затем плазму где она вот маленькая баночка две капли плазмы и ждете пятнадцать минут вот там еще несколько минут надо дождаться результата чтобы увидеть что у меня есть коронавирус или нет я вам так скажу что краснодарский край меня буквально вилами хотели заколоть потому что я заразила весь краснодарский край коронавирусом все паблики краснодарского края кричали вовченко приехала приехали к моему отцу полицейские приехали к моей подруге полицейские звонили сюда в москву на мой телефон полицейские спрашивали где я нахожусь соблюдаю ли я самоизоляцию еще пять минут ждем до соблюдали я самоизоляцию как я себя чувствую вот спрашивали все игры вы знаете может я вам просто дам телефон моего адвоката разговаривайте с ним всхуяли вы все эти вопросы мне задаете это некрасиво и неправильно это нарушение прав человека извините но свыше нам сказали вот и собственно этот эфир наверно больше как показать что болею я или нет во мне ли причина или нет мне через две недели ехать в новороссийск и жить там все лето беременны вот и мне я хочу через две недели в новороссийск и нужно понимать что там будут люди вокруг меня ходить половина городка где купила дома и соседи подписчики они меня сразу узнали и наверняка они ждут что же я им скажу что я им донесу есть у меня коронавирус или нет но так как я публичная личность и меня всем краснодарским блять краем искали надо было это сделать хотя бы для того чтобы понять что со мной происходит потому что еще три минуты девчонки я не ожидала такого результата честно то что я сейчас вижу своими глазами я вам клянусь не ожидала я думал что это будет другой результат я была уверена что это будет другой результат мои руки стали теплыми почему потому что ну блин в разрез моего понимания этот результат но такой еще две минутки покажешь море открыто конечно девятнадцатый номер помада дым ребята вы такие интересные на ушли всех а как я могу наху слать если я с детьми приеду на юг с детьми я могу быть улыбчивая могу быть добрая могу быть позитивной но я же понимаю что я приеду с детьми на родину где меня уже блять с виллами ждут звонят полицейские спрашивают а соблюдали ли вы марина васильевна вы в инстаграме кричали как легко проехать в краснодарский край да легко проехать в краснодарский край я не отрицаю для того чтобы проехать тульскую область вы делаете пропуск на госуслугах проезжаете приезжайте в краснодар вам там не надо на госуслугах вы просто подъезжаете к сукировой балки ну к посту досмотра выходите из машины со всеми пассажирами проходите в маленькую будочку где толпой стоят все водители этих фур ну или кто еще хочет поехать там в крым вы стоите там все одной толпой никто не соблюдает никакого расстояния вы я вам сейчас рассказывать будет вот июнь через несколько дней и все поедут на юга потому что границы закрыты вам что надо будет пересечь тульскую область страшную границу это в госуслугах оформляешь пропуск или на эсэмэской проезд по тульской области все полицейские реально замучены затраханы им вообще уже байда всего коронавируса потому что они там 24 на 7 стоят им тоже а ну нахер бы не надо едут абсолютно здоровые люди чего не спрашивать проезжайте тульскую область с этим пропуском смс или же qr-код у вас присылают через госуслуги еще две минуты покажу ебаться сраться покажу результаты это вот проезжайте . область страшную историю расскажу как переночевать везде пандемия были вы бронируете номер через букинг вам будут звонить или писать нет тест не китайский вам будут писать или как я не знаю надо уточнить не буду брать вам буду звонить или писать это что или отмените тест серж можешь не матерись серж ну прекращая нормально же общались вот перезвонят и скажут вы можете отменить типа бронь приехать отдохнуть и ночь люди с пониманием все везде кругом я не буду сейчас оставлять номера и отеле где отдыхала потому что я не хочу людей поставлять но что опять завтра к ним придут долбанутенькие скажут в общем то сказала вверх ничего никому не скажу так бы сказала не скажу потому что вот дебильных много в нашей стране дальше едем в краснодарский край проезжаем ростов никому нахер не нужны ваши пропуска приезжаем в краснодарский край на границе краснодарский край ростового области есть суки робобалка им за суки сука балка сука всю короче сука балка вы приезжаете вас тормозят всех всех тормозят право фуры влево просто машины короче всей семьей вы ходите и чекитарите в маленькую палатку ребят вы сейчас все летом поедите вы должны это знать чекитарите в палатку ты прихватите с собой все документы паспорта в книжку большую книжку записывают номер машины и паспорта водителей кто будет управлять автомобилем все собственно больше ничего вы все оформили все заполнили температуру вам померили в руку дали пропуск он называется этот как его господи транзитный даже если вы едете не транзитом в сквозняком в крым а в новороссийск или в сочи вам все равно дают транзитный пропуск там даты написаны когда вы должны выехать вот вы берете этот пропуск и похерачили куда вам надо все из-за того что я блогер собственно говоря на меня местные краснодарские решили сделать мне народную порку отодрать меня приютно не успели поймать единственное чего но ко мне дозвонился это какого участковый центрального округа города новороссийска он дозвонился мы с ним очень мило пообщались замечательный мужик оказался вот я ему объяснила что я уже третью неделю вообще-то в москве приехала только на одни сутки на кладбище сделать сделку по покупке дома и уехала визарией забита все ау днем и ночь и счастья зову результат дождите подождите я должна вам рассказать как проехать в краснодарский край все приехали и дело случая если вдруг вы блогер как я который все это показывает рассказывает вас разумеется будут дрюкать типа ну ты обязана соблюдать самоизоляцию все такое вот сейчас покажу если вы просто приехали нигде ничего не публикуете у вас проблем никаких не будет ребят вот просто приехали приехали все и нормально отдыхать а то сидят там мамы на юге сидят по три месяца вывезти не могут в москву санкт-петербург дети сидят в сочи не могут переехать но если честно как вы думаете что у меня на тесте я вам сначала расскажу как краснодарский край заехать вы поняли или вам еще рассказывать а теперь расскажу как как тест выглядит покажу если у вас отобразилась две или три красные полоски то к сожалению вы заразились коронавирусом если же будет всего одна красная полоска напротив буквы си то результат отрицательный если по окончанию теста вы увидите синюю полоску напротив буквы си то значит что мы неправильно провели тест а теперь минутка молчание мой отец вдруг моих не выходил что вы видите я с вами согласна одну полоску напротив си еще четче сделать или я не знаю что мне нужно сделать чтобы вы поверили что мне нужно сделать вот фокус фокус нужно навести до одна полоска напротив си разумеется разумеется не больно потому что все это полная хрень вот и все правильно одна полоска напротив си зато всем блять краснодарским краем меня искали с вилами чтобы меня раз 5 понимаете потому что я весь краснодарский край заразила чем чем я заразила краснодарский край объясните чем прямом эфире я первый раз делал этот тест не беременна да с вами согласна доказала было страшно я вам честно скажу было страшно немножечко да надо выпить да надо выпить я через двенадцать минут уже поняла чё к чему я боялась что спустится ниже и у меня или синяя полоска появится что неправильно ты сделала да абсолютно здоровый человек чё смеяться блин я вам об этом постоянно говорю абсолютно здоровый человек вы меня есть такие хейтеры которые меня хоронят буквально через день очень чем где покупала тест посмотрите в начале эфира там все рассказала где покупала это не реклама если бы реклама это было бы ссылка там все это прям прямой телефон сто процентов так что солнышки если вы меня видите подходите ко мне обнимайтесь целуйтесь я с удовольствием ну так результат увидели конечно боялись переживали не дай бог вовченко она же сто процентов больная сто процентов здоровая сто процентов здоровая я это доказала в прямом эфире на глазах у многотысячной публике классно спорит только в одном случае когда я на сто процентов уверена что я права я уже вам об этом говорила ну все люблю целую жду в своем клубе пока спокойной ночи